Приветствую всех в этот прекрасный воскресный день. Работа нашей группы продолжается. Моё сообщение посвящено первичным герминогенным, или как их называют, герминотиноклеточной опухоли центральной нервной системы. Немного этой темы уже Михаил Юрьевич коснулся, чуть-чуть облегчил мою работу. Но вот по статистике, всё-таки по литературным данным, первичная локализация герминогенных опухолей в негонадной центральной нервной системе, это вторая по частоте встречаемости. Действительно, мы очень редко видим, потому что это удел детского возраста, в основном это дети, либо младшие, либо подростковый возраст. Медианного возраста составляет на момент верификации диагноза примерно 16-17 лет. Это достаточно гетерогенная группа заболеваний, и у нас нет чёткого представления об этиологии каких-то молекулярно-биологических особенностей, поэтому это может накладывать свои трудности в диагностике и в лечении этих заболеваний. Частота их достаточно редкая, чуть-чуть не достигает 1% от всех злокачественных образований центральной нервной системы и преобладает, так существенно преобладает у лиц мужского возраста в соотношении 7 к 1. Самой частой локализацией первичных герминогенных опухолей центральной нервной системы является пениальная область, это область шишковидной железы. Всё это диктует типичную клиническую симптоматику в виде развития окклюзионно-гидроцефального синдрома. Это нарастающая головная боль, это тошнота, это некупируемая рвота, это глазодвигательные нарушения. Наиболее классическим является синдром Парина, который проявляется парезом взора. Несахарный диабет, преждевременное половое созревание, но и в тяжелых случаях это могут быть двигательные нарушения с развитием атаксии, либо же гемипареза. Все гистологические разновидности этих опухолей, они идентичны семеномным и несеменомным опухолям яичка, либо яичникам. По клиническому течению, что формирует подход в лечебной тактике этих опухолей, мы выделяем герминому или прижился такой термин чистая герминома центральной нервной системы и негерминомная герминативно-клеточная опухоль. Герминомы имеют более благоприятный прогноз, похоже протекают, как и семеномы, и выживаемость их составляет более 90%. Выживаемость при негерминомных опухолях низкая и, по данным разных авторов, колеблется от 40 до 70%. По данным Всемирной организации ВОЗ, морфологическая классификация от 2016 года первичных герминогенных опухолей центральной нервной системы включает следующие подтипы. Это герминома, это эмбриональная карцинома, это опухоль желточного мешка, это хориокарцинома, это различные виды тератомы, зрелая, незрелая и тератома со злокачественной трансформацией. Ну и, конечно, мы можем встретить и смешанные варианты данных опухолей. Японская классификация подразумевает и учитывает с учетом гистологического варианта группу прогноза благоприятный, промежуточный и плохой. К благоприятному относят чистую герминому, либо зрелую тератому. Промежуточный прогноз – это сочетание либо герминомы, либо зрелой тератомы с незрелой тератомой. Но к группе плохого прогноза относятся хориокарцинома, опухоль желточного мешка, эмбриональная карцинома, либо смешанные опухоли с компонентами любого подтипа вот именно этой подгруппы, группы плохого прогноза. Если мы посмотрим на эпидемиологические факты, то получается, что герминомы встречаются преимущественно у мужского пола, локализуясь в пениальной области, и преимущественно у азиатской расы. Ни герминомные опухоли, они не связаны ни с полом, ни с локализацией, ни с расой, ни с возрастом, если только мы не говорим о детках. Современная диагностика первичных опухолей центральной нервной системы достаточно сложна из-за неспецифичности клинической симптоматики. И зачастую, когда мы встречаем такого пациента, зачастую это пациенты, которые в первую очередь попали к нейрохирургам в связи с манифестацией неврологической симптоматики. Надо помнить о том, что нигерминомные опухоли, они могут сопровождаться повышением уровня специфических маркеров, альфа-фетопротеин и или хорионический гонотерапин, меньшее значение здесь имеет лактат до гидрогеназа. И при выявлении клинически значимого маркера, о чем говорит повышение уровня хорионического гонотерапина более 5, а альфа-фетопротеина более 2 раз относительно верхней границы нормы, то в данном случае лечение пациента может быть начато и без верификации процесса. При уровне же референсных значений этих маркеров показана, конечно же, верификация опухолевого процесса. Выполняется МРТ спинного и головного мозга обязательно с контрастированием. При первичной герминоме удаление, то есть хирургическое лечение, не улучшает прогноз, поэтому стереотоксическая биопсия, эндоскопическая или открытая биопсия, они являются более предпочтительными. Итак, если мы говорим о тактике лечения, тактика ведения этих пациентов может варьировать, но это обязательно мультимодальный подход с включением системной лекарственной терапии, лучевой терапии и обязательно участие хирургов с хирургическим компонентом. Проведение только химиотерапии без лучевой терапии оказалось неэффективным. Почему? Потому что приводит к развитию достаточно высокой частоты рецидивов и ухудшает прогноз заболевания. Проведение лучевой терапии значительно улучшило показатели выживаемости этих пациентов, поэтому обязательно является компонентом мультимодального подхода. Итак, начнем с первичной герминомы или чистой герминомы. Дооперационное обследование обязательно включает выполнение МРТ головного мозга, МРТ спинного мозга с контрастированием, определение уровня опухолевых маркеров, альфа-фетопротеин, хорианический гонотерапин. При герминоме они должны быть в пределах референсных значений. Поражение хиазмальной области требует обязательного выполнения анализов на гормоны гипофиза на всех этапах лечения и, конечно, целесообразно участие в лечебной тактике эндокринолога, но в идеале, если есть нейроэндокринолог. Ну и, конечно же, поскольку манифестирует все с неврологической симптоматики, то для нас крайне важно участие невролога и офтальмолога. Биопсия прямая или стереотоксическая для верификации процесса, ну и при необходимости здесь решается вопрос о ликварошунтирующей операции. Лекарственное лечение – это химиотерапия с включением таких препаратов, как карбоплотин, этапозит и фосфамид. Согласно детским протоколам используются альтернирующие режимы карбоплотина-этапозит или и фосфамид-этапозит. Так же, как и лечение любой герминогенной опухоли, крайне важно соблюдение интервалов каждые 21 день. После двух циклов проводится контрольное обследование с обязательным исследованием и головного мозга, и спинного мозга, и после четырех циклов повторяется обследование. В случае полного или почти полного эффекта проводится лучевая терапия в объеме облучения всей желудочковой системы. Почему? Потому что герминомы рецидивируют именно в желудочковую систему головного мозга. Облучение проводится до уровня второго шейного позвонка с разовой дозой до двух грей и суммарная доза до 24 грей. Чистые герминомы практически не лечатся хирургическим путем. Вопрос о хирургии встает только в том случае, если проведя комплексное лечение, включающее в себя химиотерапию, лучевую терапию, у нас остается подозрение на какую-либо остаточную опухоль, вернее всего, если мы думаем о том, что там может быть зрелая тератома. Тогда решается вопрос об удалении резидуальной опухолевой ткани. В дальнейшем пациенты подвергаются контрольному обследованию. Динамическое наблюдение с включением МРТ головного и спинного мозга проводится каждые три месяца в течение первого года наблюдения, каждые полгода в течение второго и третьего, и далее ежегодно, либо вдруг, если появились какие-то неврологические проявления. Эти опухоли не метастазируют куда-либо в отдаленные органы и ткани, поэтому достаточным является именно вот такой минимальный объем. Эффективность проведенного лечения колоссальная. Пятилетняя беспрогрессивная выживаемость 96%, а общая выживаемость составляет 100%. Ну и, конечно, когда мы говорим уже о старших подростках, в случае фертильности до начала терапии и решении вопроса о криоконсервации спермы. Если мы говорим уже о негерминомных опухолях, это более редко, чем герминома, более редкий вариант. Эта группа опухолей неоднородна по своему морфологическому спектру, и мы говорили о том, что это могут быть различные опухоли желточного мешка, эмбриональная карцинома и так далее. Эти опухоли характеризуются более худшим прогнозом. Алгоритм дооперационного обследования также обязательно включает выполнение МРТ головного и спинного мозга с контрастированием, кровь на опухолевые маркеры, и дополнительным является наблюдение неврологам, офтальмологам и эндокринологам. Что касается лечебной тактики, если мы говорим о лучевой терапии, то она эффективна только у 20-40% пациентов. То есть эффективный контроль достаточно невысокие цифры, поэтому обязательно также и в этой ситуации требуется комплексный подход, который включает в себя проведение химиотерапии, лучевой терапии и полной хирургической резекции в тех случаях, когда это возможно. Применение химиотерапии до начала лучевой улучшает, значимо улучшает выживаемость этих пациентов, доводя до 60-70%. Наиболее эффективными схемами, препаратами являются наши любимые препараты, которые мы используем при герминогенных опухолях, карбоплотин, цисплотин, этапозит, гемцитабин, фосфамид, токсан и винбластин. Михаил Юрьевич уже говорил о том, что блеомицин не используется, потому что это детки, но если это старшие подростки, то режим БЭП допустим в этой ситуации. Ну и вопрос касателя хирургического лечения, его места. В разных странах по-разному, например, в Японии предпочитают хирургическую резекцию после завершения полностью, химиотерапии и лучевой терапии. В Соединенных Штатах и в Европе, например, хирургический этап ставят в центр, то есть выполняя химиотерапию, далее хирургическое лечение и последующее уже облучение зоны ложеудаленной опухоли. Если мы говорим о лекарственном лечении, в основном это используется цисплотин, фосфамид и токсан у деток. У старших это может быть более стандартный для нас режим блеомицины, токсан и цисплотина. Также после двух и четырех циклов контрольного обследования, МРТ головного и спинного мозга, контроля опухолевых маркеров и в случае полного или почти полного ответа проводится лучевая терапия в объеме краниоспинального облучения. С суммарной дозой до 36 грей некоторые акторы говорят, что на ложеудаленной первичной опухоли доза может достигать 50-54 грей. В случае подозрения на остаточную опухоль до начала лучевой терапии обсуждается вопрос об удалении резидуальной опухолевой ткани. Контрольные обследования выполняются в течение первых двух лет каждые три месяца, в течение третьего-четвертого года каждые шесть месяцев, ну и далее ежегодно, либо при развитии какой-то неврологической симптоматики. Пятилетняя выживаемость составляет 60-70%, ну и также до начала системной лекарственной терапии и решения вопроса о криоконсервации. Но что мы еще можем предложить из дополнительных методов? Это может быть эндоскопическая вентрикулостомия третьего желудочка как дополнительная опция, поскольку практика показывает, что это безопасно, это эффективно, это достаточно адекватный контроль внутричерепного давления и снижает смертность при лечении окклюзионной гидроцефалии по сравнению с открытой хирургией или наружным желудочковым дренажом. Возможным является использование радиохирургии, это гамма-нош, но проспективных каких-то исследований пока не проводилось, поэтому эта опция обсуждается. А вот у деток возможно использование аутологичных, высокодозной химиотерапии, с трансплантацией аутологичных стволовых клеток периферической крови. Почему? Чтобы устранить или, по крайней мере, уменьшить дозу облучения, которая рекомендуется маленьким деткам на весь объем головного мозга для снижения риска или нивелирования отсроченных побочных эффектов. Ну и в случае рецидива заболевания эта опция тоже рассматривается. И в заключение мне бы хотелось сказать о том, что первичные герминогенные опухоли центральной нервной системы это редкая гетерогенная группа, возникает в детском возрасте и у молодых пациентов. Герминомы лечатся и адекватно лечатся химиотерапией и лучевой терапией. Для них гермином обязательным является этап хирургического лечения. Полная резекция опухоли сама по себе является идеальным лечением специально только для зрелых тератом. Ну и позвольте представить вам наши клинические случаи. Это пациенты, которые получали лечение в нашем центре, как раз на отделении Светланы Анатольны. Первый пациент – это мужчина с диагнозом, клинический диагноз – негерминомная герминативно-клеточная опухоль, гистологически незрелая тератома задних отделов третьего желудочка, группа промежуточного прогноза. Комплексное лечение с 2019 года, хирургическое лечение, срединная краниотомия, удаление опухоли задних отделов третьего желудочка от декабря 2019 года, первая линия химиотерапии по схеме БЭП, четыре цикла с февраля по апрель нынешнего года, полный регресс. Это мужчина 25 лет, без сопутствующих заболеваний, с неотягощенным семейным анамнезом, острое начало заболевания, в ноябре 2019 года резкое снижение зрения и появление диплопии. По данным МРТ головного мозга, объемное образование в области третьего желудочка размерами до 23 мм, естественно, пациент попадает к нейрохирургам, где выполняется срединная краниотомия и удаление опухоли задних отделов третьего желудочка. По данным гистологического исследования, и в дальнейшем это исследование было проведено у нас и подтверждена незрелая тератома Грейт-1. Компьютерная томография грудной брюшной полости малого таза без патологии, УЗИ-мошонки без патологии, онкомаркеры в референсных значениях, а по данным МРТ головного мозга от февраля, через два месяца после операции, состояние после хирургического лечения опухоли третьего желудочка и в проекции воронки гипофиза патологическое образование суспициометастаз. Вот так вот выглядело это образование, примерно до 12 мм в области верхних отделов воронки гипофиза с переходом на хиазму, гипоталамус, интенсивно накапливало контраст из зонной перифокального отека. В нашем отделении было выполнено 4 цикла химиотерапии, режим БЭП, 4-й выполняли без блеумицин, ввиду развития пандемии по COVID-19 и снижения риска пульмональной токсичности, маркеры в норме, МРТ спинного мозга без патологии после 4-х циклов, и по данным МРТ головного мозга мы зафиксировали полный регресс данного образования. Вот если посмотреть на томограммы, то видно, что ранее определяемое образование в области гипофиза достоверно не определяется. И в настоящее время пациенту начат курс лучевой терапии к ранее спинальное облучение. И второй клинический случай – это молодой пациент 18 лет. Основной клинический диагноз звучит как герминогенная опухоль, это чистая герминома пениальной области, комплексное лечение в 2020 году, парциальное удаление опухоли пениальной области в феврале нынешнего года, 4 цикла первой линии химиотерапии, позже скажу о том, какой это был режим, и частичный регресс на фоне терапии. Из-за осложнений заболевания обращают внимание, опечатка, прошу прощения, окклюзионный гидроцефальный синдром, нарушение оттока ликвара, состояние после вентрикулостомии правого бокового желудочка, вентрикулоперитониального шунтирования и из-за нарушения зрения из-за осложнений. Молодой мужчина, 18 лет, без сопутствующих заболеваний, без осложненного семейного анамнеза, в январе нынешнего года появились интенсивные, нарастающие по интенсивности головные боли, тошнота, рвота, не приносящие облегчения, и резкое снижение остроты зрения. Выполнено МРТ головного мозга, по результатам которого в пениальной области выявлено объемное образование с вентрикулярной окклюзионной гидроцефалией. Посмотрите внимательно, такое огромнейшее образование и уже сформировавшееся окклюзионная гидроцефалия. Первоначально пациенту была выполнена вентрикулостомия правого бокового желудочка, микрохирургическое парциальное удаление этой опухоли, больше с целью верификации, и 13 февраля выполнено вентрикулоперитониальное шунтирование. По данным гистологического исследования, это чистая герминома в 100%. В марте до начала системной лекарственной терапии по данным МРТ головного мозга в состоянии после частичного удаления опухолевого образования и в субдуральном поданно-паневротическом пространстве скопление жидкости с формированием подушки. По данным МРТ спинного мозга без патологии, КТ грудной и брюшной полости без патологии, уровень маркера в норме, цитологическое исследование ликвара, лейкоцитоз опухолевых клеток не обнаружено. Вот такая картинка была до начала терапии. Мы видим скопление жидкости в подапаневротическом пространстве и небольшое образование в пениальной области. Мы выполнили 4 цикла химиотерапии, альтернирующие карбоплотинный топозит и фосфамидный топозит. Это согласно детскому протоколу. И по завершению лечения мы регистрируем частичный регресс остаточной опухоли в пениальной области и значительное уменьшение субдурального подапаневротического скопления жидкости. Вот это МРТ томограммы после 4 циклов химиотерапии, образование которой ранее было как 25 мм уменьшилось до 15, и уменьшение жидкости. И в настоящее время пациенту начат курс лучевой терапии на весь объем желудочковой системы головного мозга. Спасибо за внимание.